Итак, часто, конечно же, несмотря на то, что вы реагируете на деньги и заходите ко мне посмотреть, как вы проекта сознания работе на деньги, думаете о том, как начать свое призвание или как перезапустить бизнес, все-таки основной болью, особенно у женщины, это является как раз желание построить отношения и быть счастливой. То есть какая главная мотивация изо дня в день переследует женщину, которая плачет, которая переживает, с кем у тех мужчин, с которыми она уже встречалась, все-таки это было бы вложить свое время и усилия. И самое главное, что нет понимания, какая обратная связь от мужчины должна быть той самой достойной нормой, ради которой стоит идти и ради которой стоит присоединяться к мужчине и говорить, что да, я иду за тобой. Как вы слышите, я говорю здесь идти за мужчиной, это значит, что нужно так это буквально и понимать, что когда женщина выбирает мужчину, он всегда идет к какой-то цели. То есть поэтому, когда происходит встреча, в первую очередь, нужно понять, идет ли он вообще куда-то, то есть движется ли он куда-то, хоть в каком-то направлении. Потому что если вы видите, что мужчина никуда не движется, то, соответственно, вам нужно задать себе вопрос, почему он не привлекает мужчин, которые никуда не движутся, у которых нет культурации, нет того вектора, за которым, собственно, женщина идет. Потому что когда мужчина находит свое призвание, он начинает двигаться, наращивать, у него есть планы, он понимает, как там штабировать, так всегда. Потому что человек и дерево, они очень похожи. Дерево растет, у него сначала один плод, потом три плода, потом 10, 15, 20. То есть мы созданы с тем, чтобы умножать вот это самое плодомодие. Вот поэтому в каком-то смысле, когда непонятно ваш статус, сейчас у вас хорошо или плохо, да, вы можете только смотреть на себя, то есть умножили ли вы что-то, умножили ли вы любовь, умножили ли вы свое благосостояние в деньгах, обустроенный ваш дом, можете ли вы путешествовать, да, то есть насколько, какая динамика того, что вы находитесь, какая динамика того, что ваш мир умножается, да. Это есть критерии роста, критерии развития. И если у вас есть какие-то знания, которые не приносят умножения в буквально материальном мире, значит, это какие-то ложные знания. Вот поэтому, если мужчина, с которым вы встречаетесь, он никуда не движется, а бывает еще так, что он не только никуда не движется, он может еще находиться по сущности алкоголя, то есть его движет, им движет какая-то другая сущность алкоголя, или он нигде не работает, или ничего такого работы. То есть им движет в случае депрессии, да. То есть это получается, что есть такое выражение, как бы он не себя, да, мы можем говорить, я буду не себя. Это как раз с точки зрения сакральных знаний, очень правильное выражение, да, когда человек выходит из себя, и есть даже такое понятие, что тут вообще можно выйти из человека, когда он сильно забит программами и негативными сущностями, да. Прямо мне неинтересно находиться вот в этом роботе, который идет на самоумничтожение, который идет на какие-то очень странные поступки негативные, да, и душа может, в принципе, покинуть тело, да. И это не значит, что умереть, вот это самое интересное в данном случае, да. Потому что есть еще одно такое понятие, как бездушные люди, вот, и они такие существуют. Понятно, что это не люди, это роботы некие, да. Но такое тоже бывает, что раздается человекоподобное тело, собственно, да, бездушные. И эта программа, понятно, что клетки запрограммированы генетическим ходом рода, в голову всегда записывается программа «Садик, школа, иди, работай», да, то есть и получается вот такой, как бы себе, робот, который похож буквально на искусственный интеллект, ну, такого упрощенного, это называется, уплощенного типа, да, плоское мышление, да, которое делает какие-то очень простые действия в своей жизни. И обычно такие люди, которые, вот, бездушные, мы их называем, да, то они в объятиях, если начинаешь отнимать, они такие достаточно отговорные, да, то есть у них нет вот этой упругости, гибкости тела. Вот, и, может быть, у вас, ну, так было бы, когда-то, что вы с таким сталкивались, но можете знать, что, да, вам не показалось, действительно человек какой-то безопрессиональный, холодный, он как-то автоматически слушает то, о чём вы говорите, да, то есть он не имеет, так сказать, соучастие, вот, и вы, собственно, тоже к нему чувствуете какие-то, как бы, странные ощущения, да, вот, бездушный человек. Поэтому, если вдруг вы встречаетесь, или у вас дома, вдруг ваш муж, или жена, находится вот в таком состоянии вне себя, и не понимает, куда идти, не понимает, как бы размножать там слов, собственное я, собственное призвание, то мы понимаем с вами, что это напрямую встреча вот с такой вот программой обесценивания, да, то есть находиться с человеком, который, собственно, никуда не идёт, он потерял себя, он ничего не нашёл, и ещё худо, и он вообще находится в паре с какой-то сущностью депрессии, алкоголизма, может быть, воровства в том числе, да, потому что это очень тяжёлый тоже сценарий, такие вот подписи, как мы с вами говорили вчера на вебинаре, что можно подписать прям контракт с духом воровства. Давайте рассмотреть, как именно произошло так, что непонятно, да, а какого, собственно, мужчину выбрать, а почему я не притягиваю этого мужчину, который будет заботиться обо мне, или а почему, собственно, тот, который обо мне заботится, он меня не возбуждает, почему у меня в нём не возникает какого-то влечения, да, как происходит таким образом, что мышление, оно цепляется каким-то полуфабрикатом и находит там взрыв эмоций и привязанность, или как это называется в психологии зависимости. Вот, конечно же, ничего такого, вот здесь вот, это уже сейчас, там, ничего такого экстраординарного, нового рисовать не буду, мы снова пойдём с вами по этим этапам, в принотальном период садик в школу и так дальше, вот, но только сейчас мы будем всё это рассматривать в ключе не призвания, да, что тебе нельзя делать то, что ты хочешь, а в ключе как раз отношений, да, потому что все наши отражения от других людей, они должны были нас выучить в нашей ценности себя, да, вот, и, как мы понимаем, сейчас поэтапно будем рассматривать, так как, собственно, эта ценность себя, она превратилась в полное обесценивание. Получается, как всегда, первый период времени у нас, принотальный, принотальный, вот там, где, значит, мама, животик, всё равно как, да, и вопрос по ребёнку, стоит его оставлять или не стоит, да, это аборт, это какие-то негативные слова в адрес от бабушки, бабушка, дедушка, в адрес мамы и, возможно, в адрес ребёнка и в адрес папы, негативные слова и действия, осуждение и такое понятие, как как бы ты лишний, да, то есть сейчас лишний род, сейчас не время, не время, лишнее, и вот на самом деле вот эти две программы, я личный и время, они очень распространены, то есть человек так мог всё время и говорить, вот, когда он попадает в какие-то, вот, в какую-то компанию, говорит, ну, ты знаешь, тебя от тебя сокращают, у всех остальных тебя сокращают, вот, или всё время слышат свой адрес, что ты как бы не, ну, не вовремя сейчас, вот было бы другое время, да, то есть типа приходи, да, тогда вы вовремя, а сейчас вот ты как-то не вовремя пришёл, да, или там мы встретились с тобой не вовремя, вот бы мне встретить тебя раньше на год, или вот бы мы с тобой встретили чуть позже на год, вот, ну, в общем, всё не вовремя, да, и на самом деле вот эти вот параллировки, которые вот здесь, они преследуют человека. Понятно, что аборт, это вообще угроза аборта, это такая штука, которая напрямую связана с программой смерти, страха, скручивания отхода, и получается, что у нас здесь зашивает программа как бы борьбы за жизнь, борьба за жизнь, борьба за жизнь. Более того, здесь, с этой стороны, никто не ждёт, и получается, что вот этот период, первый период времени, да, он самый такой абсурдно болезненный, да, получается, что соприкосновение от самыми близкими людьми, то есть это не соседи, это ещё не учительница, это не прохожий на улице, это не какой-то, не знаю, там, человек из другой страны, а это именно мама, папа, бабушка и дедушка демонстрирует такое как бы подозрительное отношение к тебе, ещё в том этапе, когда ты, в принципе, находишься на животе, и ещё нету, а уже это представляет угрозы для них, да, то есть у них какие-то страхи возникают, и буллинг с их стороны. Конечно же, эта фундаментальная запись, она стартует, и в будущем превращается в то, что очень человеку как бы удобно находиться вот в этом состоянии ненужности, то есть я не нужен, я не важен, меня здесь никто не ждёт, да, и как бы, когда вы поднимаетесь на такую планку, чтобы хоть немножко подумать, ну, я же всё-таки ценный, но, возможно, всё-таки не только мне нужен этот человек, но и я ему, наверное, нужен, да, то есть каждый из вас знает, что эта мысль, она такая очень сложная, да, что вот есть представление, что вот мне он нужен, то есть я за ним хочу, да, ну, а за мной вряд ли пойти можно, меня вряд ли можно ждать, за меня вряд ли можно бороться, да, то есть и этот план, эта программа, она записывается ещё в самом начале. Понятно, что дальше мы имеем дело уже с, непосредственно с общением с родителями, так, когда мама и папа демонстрируют между собой какие-то взаимоотношения, я здесь, что-то у них есть. Вот эти взаимоотношения, как мы понимаем, никогда не похожи на идеальные, а это значит, что психика, наш искусственный интеллект, который должен быть запрограммирован на созидание, на любовь, на уважение, да, он видит эту картинку бытия, в который попадает, и считывает, как именно должны себя вести на самом деле мужчина и женщина. Если мама холодная, отстраненная, отстраненная, папа находится там, например, в алкоголе, алкоголь, или не работает, вот, или изменяет, то мы понимаем, что у них между собой не то, что там отношения к ребенку, у них между собой очень большие проблемы. Получается, что, мало того, что ребенок видит самых близких людей, считывает с них поведение, как нужно себя вести, то есть мама должна очень строго относиться к папе, не подпускать его, или там не проявлять ему уважение, там, как полагается, это к мужчине, да, вот, а папа вообще может игнорировать в принципе всю семью, может игнорировать, что вам необходимо обеспечивать, может игнорировать то, что необходимо за своей женщиной ухаживать, и уж тем более они не владеют навыками, потому что обычно на заходе очень редко есть все-таки вот эти пары, где родителям старше 30-35 лет, обычно родителям 20-23-25, иногда даже младше, да, то есть фактически они очень молодые люди, у которых еще у самих жизнь не сложилась, работа не сложилась, они не понимают, они тоже тут все встречались, то есть у них эта свадьба случилась, если вдруг случилось, потому что бывает так, что ребенок рожден вне брака, собственно, то есть папа маму не выбирал, мама тоже, как бы, папу не выбирал, вот, и, конечно же, в этот период времени мы понимаем, что откуда взяться здесь в программе, за которой мы охотимся с вами, уважение, уважение, ценность, да, ценность, вот эти две программы, с которыми мы охотимся, и которые необходимо расспековать, когда вы делаете изменения, ну, именно внутри, в рамках программы полухолистической терапии, да, то есть вот это, это главные два слова, за которыми мы постоянно охотимся, это главные два чувства, с которыми мы постоянно охотимся, Пока они не будут раздобыты на 10 секунд, говорить о том, что здесь будет закручена любовь и здесь будут закручены деньги, в принципе невозможно, потому что вот это достоинство жить, достоинство, оно настолько глубоко запрятано, понимаете, то есть мы какой период времени не посмотрим, нам даже не на что опереться, это то, о чем я, как кто-то пишет, нет звука, не могу найти микрофон. Ну вот я вижу, что слышно у меня все-таки, да, слышно, да, это вы смотрите сами настройки свои, вот, получается, что когда вы ищете, а откуда же, да, собственно, я чувствую обесценивание, да, давай зайдем, кто там тебя видит, ну хорошо, мы заходим в какую-то ситуацию, где, значит, или папа кричит на маму, или папа кричит на меня, или мама, может быть, да, кричит на меня, да, но это все только старт, на самом деле, когда мы говорим о том, что давай найдем источник, речь идет о том, чтобы хотя бы с чего-то начать и понять вообще, какая серьезная была проделана работа до того, чтобы ты никогда не вспомнил, в помине не знал, что ты достойный человек, достойного уважения, ценностей, и ты важен вообще. Вот, поэтому самые близкие, это буллинг от самых близких, буллинг от близких, и этот буллинг продолжается, если ваши родители живы до сих пор, он продолжается до сих пор, да, это постоянное разоблачение, это все равно какие-то у них есть свои убеждения, видения, как это должно быть, они постоянно навязываются, причем раздражает то, что, конечно же, старший не имеет экспертности ни в любви, ни в бизнесе, и, тем не менее, они позволяют себе совершенно нагло что-то заявлять и определять то, как правильно вам жить. И дальше наступает самый критический такой момент, которым мы особенно внутри программы занимаемся, потому что пока на вас имеет влияние мнение папы или мамы, говорить о том, что вы можете жить свободно, самостоятельно, построить свой вектор жизни практически невозможно, потому что маленькая девочка или маленький мальчик, они по-прежнему остаются в таком состоянии стыда, в состоянии наказанности какой-то, да, вот это постоянно как бы наказанность, да, постоянное чувство вины в итоге от этого всего, да, то есть здесь ты не нужен, ты виноват, что ты появился, им сейчас всем кожи только будет. Осуждение постоянное, значит, идет от бабушки и от дедушки, что и мама, и папа неправильно поступили, да, то есть мало того, что я сам виноват, так еще и родители мои тоже отекречены какими-то проблемами, если бы не я, у них бы не было проблем, это из-за меня у них проблемы. И получается, вот, вы представляете, вот я сейчас с вами наговариваю, мы еще никогда с собой не двигались, мы находимся в первых трех годах жизни человека, когда максимально растет нейронный связь, в голове его расставит, и как раз вот эта самая пластинка, она устанавливается на весь будущий период времени. И мы здесь, пусть проходит, значит, у нас наши, там, 20 лет после института, а потом еще приходит опыт работы, и, получается, приходит человек в свои, там, например, 40 или 45 лет и говорит, а я лучше вот так, но при этом, но мама же меня достает, папа мне все время звонит, и они на меня там давят, они что-то от меня хотят, да, то есть они же еще стоят, а на протяжении всей жизни дают какие-то советы и блокируют по-то того, что, да, то есть постоянно позвонить, навязать это чувство верны и заблокировать человеку психику, чтобы он не мог двигаться дальше. Поэтому продолжаем сейчас, мы же медленно с вами это все распаковываем. Я просто хочу вам объяснить, чтобы вы поняли, почему не работает психология за пять раз. Психология вообще не работает, потому что она вообще встанет, и в школе, в принципе, не расслабляет. Да, попаемся, какой мама, какая папа, да, но просто как только вы понимаете, что ваш каждый день, как мы с вами говорим, да, 365 дней умноженное на ваши первые 20 лет, каждый день это унижение, оценка вина, унижение, оценка вина. И ни в коем случае, как вы помните, нельзя делать то, что ты хочешь, что вообще не включается. Но мы сейчас говорим с вами про отношения, да, как один человек может отражаться под другого человека. Там ребенок, например, учитель, да, учитель, который изначально говорит, ну, тебя будет побольше нарисуемо по фигурам. Да, то есть тебя нужно учить, ты еще непонятно какой, то есть мой у нас к тебе вопрос. Папа, который говорит, тебе еще деньги не положено, например, да, или папа, который вообще внимания не уделяет и изменяет, или бьет, например, да, то есть он напрямую записывает программы на самоуничтожение. Все программы, которые касаются амортов, того, что кто-то из родителей бьет, или если вдруг мама там убирает в раннем возрасте от рака. Есть еще такие события, когда такое что-то происходит между мамой и папой, что теряют ребенка, и у меня есть несколько клиентов, которые рассказывали о том, как умерли их братики и сестрички. То есть клиент, ну, например, был 5 лет, а умерла сестричка в 3 года. Ну, то есть это мы с вами должны понимать, это что там такое в семье творится, да, что это на ребенку, который, там, охотка или собака на себя забирает болезнь. Так и дети на себя забирают все болезни дома. Вот, и программа минимум – это сломанное подсознание, а программа максимум – это болезни ребенка тоже, да, падает зрение, там, не работает пищеварение, могут быть какие-то эти пролапсы, значит, сердечных клапанов. Ну, то есть это все очень серьезные вещи, когда ребенок находится в постоянном стрессе от своих самых близких людей. Вот, что мы имеем дальше, да, дальше у нас начинается садик, вот, и как вы знаете, значит, садик впервые прививает ощущение такое, ты вот сиди, вот твое место здесь, обучение, сиди за партой, и как бы спать вовремя ты должен, да. Мы с вами говорим, хотя сейчас об отношениях, но мы сейчас вообще спустились еще ниже, да. Речь идет о том, что очень сильно продает, вот этот садик и школа, они говорят, надо социализацию, как же в ваших ребенках не в садик и не в школе, нужно социализироваться. В итоге на сегодня взрослые люди боятся других, потому что вот этот задолбанный человек за первую, значит, часть своей жизни, за эти первые 20 лет, когда его со всех сторон прессуют, просто потом боится разговаривать, боится вступать открыто в контакт. Да вот сейчас на самом деле дети, да, благодаря интернету, я почему говорю, что они забирают у детей интернет, потому что там есть отобщение, они там между собой жутят, общаются, ну, достаточно все легко, вот, но мы с вами не выросли в такой среде, да, где есть какая-то информация, да, так что в семье еще может быть закрытая информация, есть такой эффект, есть семейные тайны, которые никому не рассказываются, и ребенок, в общем, растет в этой психиатрической больнице, вот, и потом еще каким-то чудом выходит оттуда живой, каким-то, не, вообще-то непонятно, даже за счет чего, значит, происходит, как бы дальнейшая жизнь. Другое дело, что программа, которая записана, она будет обеспечивать вот всегда встречу в будущем с человеком, который будет повторять весь этот абсурд. Хотя, этот человек, он тоже был раз так же, его хотели убить с абортами, да, то есть его там бама-нагибала с папой, вот, и как одна из сейчас этих предоторговых дел, и говорит, у меня в туалете поставали, например, в сельской, по-моему, да, вот, ну, в общем, унижали, как могли. То есть встречаются два униженных человека, униженных один и другой, вот, и они пытаются строить здесь, значит, какие-то отношения. Понятно, что каждый ищет тепла, но программы тепла нету, поэтому в итоге один другого доминирует, по-разному это происходит, да, потому что хочется все-таки взять контроль над тем, что я нужен, я важен, да, от этого происходит в психике поиск, значит, варианта себя, который может любить и может быть любимым, и у одного, и у другого. В итоге, естественно, получается извращенный фронтенштейн, как я говорю, потому что опыта и видения не в детстве, не в саймите, не в школе, каким мне нужно быть, чтобы меня любили, нету. Вот, и, как всегда, любили только в тот момент, когда ты, значит, тише воды ниже травы, значит, значит, любят, мы прямо сейчас это отдельно подумаем, запишем сюда. Значит, любят, когда, любят, когда, значит, ты, ну, не высовываешься, не высовываешься, любят, когда делаешь, да, делаешь, что говорят. Поэтому вот женщины очень часто произносят, это мужчины режут, но женщины часто говорят, ну, что он будет говорить, что мне надо делать, что ли, это, что мне будет нужно, как бы, притушиваться к ним, и с чего это будет ничего к ним не притушиваться. Делаешь, что говорят, обязательно терпеть, будет притворяться обязательно, притворяться. Поэтому вот эта тема с притворяться, это самая большая проблематика, на самом деле, именно в отношениях, потому что, получается, человек приходит, встречается от другим обязательно в какой-то дебильной маске, которую он себя налепил как-то психологически, да, строит из себя что-то, кого-то, да, потому что, чтобы узнать себя, на это, кстати, вся программа, которая у меня разработана, я всегда думаю, будет, то есть она настроена на то, чтобы понять, какая я на самом деле, какой я на самом деле, я сам себя на себя в зеркало смотрю и считаю, что это я, и это нахер, я вообще ни разу, да, потому что это что-то, что постоянно унижали, унижали, заблевали, это что-то, вот это я вижу в зеркале, а как я выгляжу в принципе на самом деле. Вот поэтому, как бы, считается этичным сначала себя вылечить до человека в свободном контакте, освободиться от программы мамы и папы, и потом уже идти в будущее. И получается, что два в прошлом униженных человека, которые полны страхов, и когда она просто снова встретится обесценивания, начинают, как мы знаем, проигрывать роль родителей или начинают, как бы, создавать какие-то, наоборот, как бы антиобразы, точно не как мама и точно не как папа. И, естественно, они тоже проигрывают, потому что опираться ни на маму, ни на папу, ни на противоположные образы невозможно. Опереться нужно только на себя. Опереться на себя, это значит, мне нужно понять мое призвание. Когда я понимаю свое призвание, я тогда нормально звучу, я тогда нормально выгружу. Но призвание напрямую связано с деньгами. То есть, если у меня есть призвание, но оно никому не нужно, то тогда, как бы, нет вот этого уважения, что я нужен в обществе. И получается здесь такая петля. Получается, с одной стороны, как бы, человек говорит, убери мне блоки на деньги, да? И мы можем начать рассуждать на тему, с чем связаны блоки на деньги, как это вообще выглядит, что денег не было в вашей жизни, вы их не видели, дети тысячи сто до семи долларов, да? Родители ругались за денег, там, тревожились. Но это все ерунда по сравнению с тем, что человек униженный, он не способен занимать доминирующую позицию. Потому что дело все в доминировании, да? А как не доминировать рынок? Потому что это иногда здесь есть определенное количество клиентов, нужно занять свою нишу, нужно выбрать свою, как бы, свой, свою индивидуальность нужно вынуть из себя, да? И представить себя таким, как я есть, всему миру, да? Это и есть то, что будет отвечать вас бизнесом, всех других бизнесов. И получается, человек, который находится в состоянии девочка или мальчик, то есть мама вам звонит, и она на вас влияет. Папа вам звонит, и он на вас влияет. То есть получается, вы моментально из взрослого человека, который только что руководил, давал задания, то есть снял какую-нибудь амбиции какие-то, значит, часы-то все это делали, моментально превращаетесь в маленькую девочку. Поэтому лечение денег происходит через лечение мамы и папы. Не через лечение давайте убирать блоки на деньги. Так как вы, возможно, сталкивались с какими-то, вот каких-то техниками буквально там, я имею в виду, там, по лечению блоков на деньги, может, с каких-то марафонов у вас. Потому что нет смысла давать деньги детям, нет смысла. Понимаете? Поэтому получается, что кто бы вы не запускали, даже если вы пробовали запускать, денег как будто нет, потому что вы по-прежнему психологически остаетесь с девочками и мальчиками, у которых деньги должны закончиться, не можете их контролировать, не можете их правильно направить, правильно анусло, не знаете, как умножать их, не знаете, что, оказывается, у вас есть свое призвание. И получается, для того, чтобы перескочить в отношения, в полноценные отношения, нужно сначала расфаковать себя самого. Потому что в противном случае встречаются два таких персонажей, которые созданы были, франкенштейны, которые были созданы родителями, потом ушатанные школой, садиками, нежением постоянным, как надо сидеть, лежать, предпределить, знать интеграмы. И имеют амбицию такую, там, уважай меня, люби меня. Просто уважай таким, как я есть. И получается, как решить эту проблему тем, что мы заходим просто в маму и туда выбираем тебя. О, мама сказала, что папа когда-то сказал, и как они поступили на самом деле. Пока вы до конца для себя не примете и не поймете, что 365 дней умноженные на ваш год, который у вас есть сейчас, вы ни разу в жизни не облегчатся и не свободны, тогда начинает быть понятным, а как себя выдрессировать назад на человека. Вот, потому что на сегодняшний день вы дрессированы на унижение, дрессированы на ожидание, дрессированы на терпение. Что еще важно добавить здесь, да, то есть той части, которая касается, вот мы сейчас обсудили с вами первую часть, да, она говорит нам о том, что программа записана. Записана и подтверждена, значит, родители в школу, садят, еще раз слышим, терпеть, терпеть, унижение. Это мы сейчас с вами даже еще не говорим, о том, что есть насилие, но в принципе, бывают очень сложные вещи, там родители могут смотить ребенка и бить его постоянно, может у одной из моих клиентов было вывешено прямо на холодильнике, там сколько раз или за что бьет, например. У другой клиентки было так, что папа там насколько ненавидел маму, потому что он почему-то сексом не давал, да, что он сказал, что вы сейчас уснете, я включу газ, вы все сдохните. Вот, и получается, что вот про какую любовь мы говорим, если там зашито чувство вот этого выживания, да, вот, и у многих вот это чувство выживания, на самом деле, то есть оно настолько сильно развито, да, что есть готовность жить в Бене, она вполне такая спокойная, да, потому что как раз это проигрывается, вот эта, значит, запись, что, да, надо как-то через тернии, вот, пока тернии все есть, а взрослый никак не достать. Вторая же часть заключается в том, что оказывается, на планете века есть сыгральные формулы, как это должно быть, значит, что он здесь терпеть, у него движение, значит, обесценивание, обесценивание, несколько лет, несколько лет, вот, не сейчас, вот здесь у вас еще, в общем, что-то приходит в голову, там, те чувства, которые вы, походу, используете, можете сюда, написать тебе, вот, это называется, это мой магнит, да, то есть, вот в чем я вырос, как я вырос, вот это мой магнит, кого можно привлечь на этот магнит, да, хочет привлечь того человека, который скажет, не надо этого, как бы не надо терпеть, будь собой, какие унижения, я не буду с тобой делать унижения, я тебя ценю, ты мне нужна, ты самый главный, он человек в моей жизни, есть тебе место, конечно же, ты очень мне нужна, но оказывается, на такого, который приходит и говорит на все, да, на это не поднимается либидо, не хочу его, скурсный он какой-то, то ли дело, придет точно такой же, вот, поэтому, на самом деле, человек, который вырос в здоровой среде, да, он, это, это же, что он, например, женщина, да, она одевает себя, как бы, маску, благополучие, да, и, возможно, то есть, это работает точно так же, как на рыбалке, да, то есть, где женщина поймала себе, по губку, да, вот он хороший, да, но нет ни одного, ни одной истории, которая бы закончилась успешно, он из хорошей, богатой семьи, все нормально, да, и он выхватывает, значит, из этого, советские выращенную, значит, девочку, да, и в итоге, это все заканчивается тем, что у него денег нет, и она ему нужна, потому что, ну, неинтересно, то есть, человек, который все время крутится, а ты меня, наверное, бросишь, а, скорее всего, он меня не цельит, а, наверное, я неинтересная, значит, вторая часть, значит, вот этот, который все дает, вот этот чувак, который все время, да, он просто скучный, скучный, он какой-то неинтересный, он сильно галантный, он там, значит, цельит же, как-то, потому что, это же все определенное поведение, это же определенные навыки, как говорить, как ценить, как приглашать, то ли дело, короче, который, конечно, такой же униженный, а в сцене все, пришел, маханил, короче, потом приел, ипульсивный, вот это все, уже старик, вот это все разгорается, да, ну вот, и потом, как бы, он не может держаться в нём, естественно, да, потому что либо два человека в ручке, либо в этой всей истории, вы знаете, я не люблю тревогу кармана, вообще не считаю, что это вообще пустота, сама по себе давно уже, если один живет в девятиэтажке, другой живет в девятиэтажке, оба выросли в ненужности через садик и школу прочтения, то есть два человека из концлагеря встретились, и там кто один, значит, выручивает голову на другом, то есть два, вдвоём, естественно, будут переставаться друг с другом, потому что они не умеют быть собой. Вторая часть заключается в том, что, и вот она самая сложная, эта вторая часть, что на планете земля есть определенные правила победителя, правила, вот, и поэтому все пары, которые организованы на вот этой, вот, лучной, значит, организованы на, измена, или организованы на том, что не берут ответственность, и берут ответственность, это значит, нету колечка, да, то есть мальчик и девочке не дарят колечко, и они говорят, все, давай вместе, пожить не те, значит, я вот пойду-то и замыли. Либо, например, пара, как бы, пара ОК, вот, но они считают, что они равноправны, да, то есть что девочки и мальчики имеют равные права или обязанности, будут деньги, такая, как бы, партнёрские, значит, отношения, да. И, конечно же, это нарушение должностной инструкции. Получается, что вот этот офисцейнер, значит, зашёл в парню, попытался её создать, естественно, в этой паре и он выбил, или он выбил, или наоборот. И всё это развалилось, или стали терять вместе деньги, или построили вместе дом, который теперь мы не можем разделить и так дальше, да, потому что это конкретно вот это попадание в долг, это то, что я говорю, есть правила, определенные сатральные правила поведения в паре, как именно быть женой, как именно быть мужем. Если эти роли не отыгрываются, то всё это может заканчиваться от минимума, от потери денег, это, как говорится, хорошо, что деньгами забрали, тем, что может умереть муж, значит, жена начинает болеть всякими болезнями в области, значит, матки, и в итоге, ну, семья просто это два зомби, значит, которые живут параллельной жизнью. Получается, что для того, чтобы убрать вот это вот одиночество из своей жизни, собственно, да, или убрать из своей жизни отсутствие партнёра, или то, что я встречаю постоянно в каких-то периодах, а какие-то хорошие, вроде бы, мне не нравятся какие-то сискурсы, убрать из своей жизни долги, убрать то, что двери не открываются в деньги и в отношения дальше. Бывает ещё так, что человек говорит, а в чём дело, да, я уже вроде всё делаю, да, придёргает за эту ручку, на которой написано «любовь», придёргает за эту ручку, на которой написано «деньги», а ему не собираются выдавать ни деньги, ни любовь. Это как раз по той причине, что здесь до этого были заключены контракты, которые не были соблюдены. То есть, это, как я говорю, жена вышла работать женой, вот мы не дядя, женой не работали. И получается, что здесь период у нас, значит, как бы его назвать вот это, значит, обучение, 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 обесценивание, обесценивание, вот чей-дом. Я, кстати, неправильно рисую чей-дом, значит, там надо так вот рисовать, вот эти все директритажки, как он видит чей-дом, то есть у Картова своя ячейка в этом общем-доме, вот. Оно так даже роднее где-то существует, смотрите, как-то даже роднее парадное, всё, под палочки парадные, вот, и так дальше, вот эти, от чей-дома вот так они выглядят. Сразу видно, да, что это как гейтрук, да, то есть очевидно совершенно, да, то есть там акт кроется рядом с заводами, троллейбусы специально проводятся, потому что человек на троллейбусе дает полнотворный банк или там банк, в котором он работает, да, то есть это очень важно понимать подошел под свой весь мир, да, что каждый вот в этой своей ячейке есть там семья, которая по факту мучается, да, то есть в которой нету понимания, осознания того, как должен жить и быть свободный человек, на какие права на самом деле мы хотим рассчитывать, вот, и они воспитывают точно такой образ, значит, раба. Поэтому сначала у нас идет программа на обучение обессы, затем происходит у нас три варианта, значит, первый брак, получается, но ни муж, ни жена не выполняют свои роды, все, то есть оба, значит, один в одном, второй в другом, нужно было идти сюда, и оба они выполняют родную свою работу, правильно? Следующий у нас вариант, а давай без брака будем, давай так, просто свободные отношения, свободные отношения. Естественно, на какие устало свободные отношения, когда у каждого имеет возможность шаг назад, да, дальше, а ничего вообще не случается, я встречаюсь, меня бросают, встречаю, бросают, встречаю, я вам просто замучиваюсь, да, здесь встретился, там, тиран какой-то издевался, здесь очень слабый, потом мы снова жили, потом мужчина просто встал, ушел в неизвестном направлении, даже слов мне никаких не сказал, то есть бросил меня, да, то есть это уже конкретно программа такого глубокого одиночества, и она очень часто связана у нас, здесь всегда есть аллергия, аллергия, то есть буквально клиент мужчины или женщины может прямо говорить о том, что мне очень сильное любви, потому что тут есть мама, которая настолько сильно контролирующая, да, что просто девочка или мальчик, они воспитаны в такой постоянном контроле, и получается, человек привлекает либо человека, который постоянно нарушает эти границы, либо привлекает кого-то более слабого для того, чтобы не нарушали его границу, но этот человек ее не интересует, поэтому вот такое, значит, поливное одиночество, и, значит, это конкретное нарушение правил заканчивается тем, что здесь нужно делать определенные ритуалы, как все вот это, весь этот месс переделывать, потому что заходить в новую жизнь, тогда, когда вы не можете решить прошлое, да, когда вы не понимаете, а в чем, собственно, дело, ну, уже и вместе, ну, у нас там что-то не получилось, то такое же точно такие же отношения, получается по циклу точно такие же отношения, да, вот в чем ужас, да, и проблематика психологии, эзотерики, рейки, того, она в том, что, ну, вроде же мы все узнали, уже проработали, почему я встречаюсь и получаю тот же самый вызов, как такое может быть, да, но насколько сильное вот это вот обучение на обесценивание в самом начале времени, это просто дрессировка на, дрессировка на несчастье, на пожизненное просто несчастье. Получается, что взять ответственность, ответственность за то, что, а у меня не было знаний, я не знала, я не знала, и это я не знала, как вы знаете уже из моих лекций, да, то есть всем повар-бану, да, то есть вы не знали правила дорожного движения, там, как работает это в Швейсане, мы повар-бану все равно платить в штаб, понимаете, то есть вот там, где женщина и мужчина не понимают, как распределяется роль, да, если мужчина должен культурировать семью, должен четко знать, куда он идет, взять ответственность за женщину, да, женщина должна помогать ему во всем, чтобы он двигался к своей цели, у нее должно быть обязательно свое дело, она должна быть социально увлечена в общество и тоже помогать обществу, и тоже вполне можно зарабатывать хорошие деньги, да, то есть есть определенная последовательность того, как эта структура, как этот тандем может работать, если не соблюдается должностная инструкция мужа и жены, то начинается просто потеря денег, потеря возможностей и потеря жизни очень часто, да, в жизни обычно уходит мужчина в этих всех историях, поэтому поэтапно то, что делается в программе, это в первую очередь идет разбор вот этого всего, значит, обучение обесцениванию, то есть вынимание всех этих программ на обесценивание, переотмышление того, куда, собственно, вот эти все программы, они, ну, подсознательно закинули вот эти страдания, вот эти все страдания заново, ну, буквально переотмышляли все и переделываются, да, потому что тут же еще есть очень сильный сексуальный опыт, есть какие-то альбомники, тиндеры и так дальше, да, то есть вы просто, да, понимаете, я с вами очень часто говорю, все останавливайте это, потому что вы постоянно через половые органы обмениваетесь постоянно какими-то свиданиями информационными, не ваша ворона, вам бы со своей жизнью разобраться, а вы еще у нас собирали говна всякого с человека, который вообще даже за вас ответственность не собирает собрать, да, просто взяли, и мужчина тоже касается, он заходит женщину, считывает ее информационные свидания, вот для того, чтобы уметь управиться с тем, как вторым, то есть чтобы вместе в тандеме создать другую жизнь, обязательно нужно сначала починить себя, после того, как делается первая и вторая часть, мы тогда переходим уже к тому, чтобы создавать адекватные образы, потому что, еще раз повторю, не работает никакая, не работает никакая технология, там, психология или ревресса, например, да, считается, да, что реврессология, она подошла очень близко к, сейчас я закончу, реврессология, она подошла как бы очень близко к тому, чтобы вот-вот-вот-вот мы сейчас починили, да, но если в голове записано разбитое сердце, если в голове записано разбитое сердце, то это разбитое сердце, оно и будет выцепляться вовне, рядом будет находиться целое, но психика его не узнает, есть такое понятие, что, смотря мой бесплатный, значит, модуль, тот знает, да, что есть критический фактор подсознания, и вот эти отношения, они кажутся страшными, причем так же, как некоторые у нас кажутся страшной, моя программа, да, потому что программа, говорят, тебя будут деньги, в смысле, вот бы там была продажа такая, но мы попробуем, в принципе, деньги на бонзе, вот мы посмотрим, может, я полгода, это не страшно, да, хотя будут деньги, я тебе скажу, как, да, то есть мы построим постепенно там питание, успокоим бизнес, делаем там инстаграм, все, запустим определенным образом рекламу, это все упирается в критический фактор подсознания, это не устраивается, но какое-то поведение, которое называется не сейчас, деньги нужно отдать, там, сейчас, там, брату на операцию, кредит в банк, да, вообще отдать денег, это, да, это заходит, потому что это попадает, вообще деньги не должны быть, деньги, кому-то вообще отдать, инвестировать в себя точно нельзя, это опасно, это все очень плохо закончится, как вам говорил, соответственно, вот, поэтому, для того, чтобы выцеплять из пространства живых, здоровых людей, то нужно, конечно же, заиметь вот этот образ полноценного сердца, для этого нужно сделать новые, новые регистрации, регистрации чувств, действий, эмоций, которые и позволят, собственно, расцвести отношения. Большинство сложностей заключается в том, что на сегодняшний день, даже при очень сложных обстоятельствах, люди могут быть вместе, значит, сцеплены недвижимостью, тем, что мы скажем маме, а куда же нам разъехаться, а что мы скажем детям, да, то есть находясь в каких-то вот этих подсобных отношениях, которые мы сейчас с вами записали, всегда находятся какие-то обстоятельства, которые человек декларирует, что он не может изменить, да, но здесь сразу напомню, что речь идет о том, что есть в человеке сущность, да, ведь одна его часть говорит, я жить хочу в этой территории, я хочу быть счастливой, да, а это говорит, не-не-не-не-не-не, нет, нет, подожди, нет, это все опасно, мы менять жизнь не будем, надо еще подождать, сумка, тебе, я скоро 9, ничего страшного, давай подождем 55, 55, естественно, его сущность скажет, подождем до 60 и так дальше, вот мы, значит, у нас похоронили очередного несчастного человека, вот, получается, что понимание вот этой программы, понимание присущности, которая говорит о том, что пока нельзя, не надо разъезжаться, пока не надо думать об этом, пока не надо с мужем разговаривать, пока не надо с женой разговаривать, скорее всего, детям будет плохо, это все очень плохо закончится, да, то есть это, вот эта сущность, это подселение, буквально, оно постоянно, значит, ну, разговаривает, голота, как называется, я слышу, голота, если прислушаться каждый голос, который звучит в голове, то это просто в тишине прислушивается какому-то темпу, который идет, этот голос, он всегда имеет определенный тембр, вот, и, конечно же, 80% голосов разговаривают тембрами мамы и папы, в основном, да, вот, это, когда еще, может быть, голос президента или какого-нибудь партии, говорите, вот, например, клиента такой, знаешь, что кто-то стоит, выступает, у меня прямо в голове, да, вот, это говорит о том, что нарушен принцип закона о не вторжении в жизни, да, и получается, что когда вы ходите, изнутри вас находится несколько личностей, мама, папа разговаривает, значит, партийный работник разговаривает, то есть это вы там учительница, которая, значит, унижает и говорит, что ты волны, голланы, я буду с этими в садах, баба-то может там смотреть внутри меня с лицом, вот, мне кажется, это, кстати, сексом может быть связано, то есть, советский человек, вы постоянно видишь, что мама, папа, что мы ожидали, папа стоит, какой-то, как бы, секс, в общем, без одеяла, да, и получается, что внутри одного тела сидит, там, до 100 сущностей, может, сидит, нет, даже больше, 100 сущностей, представляете, то есть, и каждая вот эта штука, у нее отдельное мнение про то, как вам ваша шапка войдет, что он будет бить, как он будет бить, у каждого свое мнение, да, поэтому чаще всего вам самим с собой сложно, да, потому что вам хотеться, чтобы кто-то с утра одно, вы придумали, а потом вы придумали, чтобы другое, а потом, я думаю, что по третьей, да, и вот это вот непонимание, чего же я все-таки хочу, да, то есть, женщины там часто так рассуждают, да, и мужчина там, тем более, такой ушатый мужчина, у нее тоже может быть там несколько, до 7-5 недель, а с мамой мне так и подавно, и получается, что вы можете разговаривать, например, с человеком, да, и вы такой раз, потом эта сущность выключилась, почему вы эту сущность теперь разговариваете, да, причем это абсолютно не контролируют автоматические вещи, просто это программы, которые реагируют на слова, на чувства, на действия, на обстановку, вот сейчас просто ночью, что сделает, и это вы, ну, это сущность, она говорит, нет, вообще нет, ну, ты знаешь, наверное, ты не подходишь, чего, вдруг, что, как, вообще, это вообще должно быть, вот, вот, поэтому каждый из этих сущностей, ну, эффектно, она вынимается, то, что психология называется субличностями, я это субличностями называть не хочу, да, потому что это, когда, если я вам молочи, то это барды субличностей, это не барды субличностей никакие, да, это просто внешние программы, внешние голоса, которые в вас подселены, там, по факту, бывает так, что происходит какое-то, значит, событие драматичное, например, вы, может быть, увидели, так что кто-то погиб во время, смотрел, и вот в вас залетела эта программа страха смерти, страха, там, как жить дальше, вот, и это уже называется подселение, да, это уже конкретно этот человек, который погиб, вот, он мог напрямую, значит, подселиться, чтобы жить дальше, и, как бы, этому не подъясняю, что, типа, будет осторожен, да, вот, и поэтому, когда мы встречаем второго человека и говорим, я тебе предлагаю себя, кого себя, кого из этих персонажей вы предложили другому человеку, вот, как вы сами, как вам самим понять, что вы вообще в адеквате, что вас внутри не отвалил серпентами, а вы предлагаете другому человеку действительно себя, свою личность, себя одну и себя от другого, как вы есть, без программы, вот, это задача, это, и критерий здесь всегда, это ваше призвание, да, потому что человек с призванием, он чётко знает, он имеет внутреннюю ответственность, говорит, я инду, да, я вот этот чёрный, целитель, или я водитель, или я, там, механик, всё конкретно понятно, или я целист, вот, или я косметолог, вот, или я сапоги делаю, там, сапоги делаю, всё, я иду туда, вот, то есть моё всё естество, оно идёт вот туда, всё, вся я, или весь я, он работает на это, это конкретные пошаговые шаги, как именно служить обществу, и когда у человека получается регулярно служить обществу, из него вот это всё дерьмо, оно будет выгодно, в том числе, да, сначала мы делаем проработки, потому что невозможно делать действия, человек на сокон забег, да, что он слышит что-то интересное, но он делает действия, поэтому первично это принимание сущности, и так, как бы, хотя бы, там, облегчить человека, хотя бы на 80%, а вот эти вот остатки, когда человек начинает чистые действия какие-то делать, он уже очищает, и когда вы, оказывается, теперь полезны, естественно, вы встретите точно такого же полезного, представляете, вот, а пока вы бесполезны, вы точно такого же бесполезного и встретите, ничего не сейчас, но сегодня, что она подождает, может быть, как-то по-другому, да, то есть вот эти вот обесценивания призвания, ну, как, по сути, тоже он лежит в той же самой ячейке, вот, дальше уже начинает более сложная работа, потому что встреча, у меня в программе есть всё, как мужчина, женщина, женщина, мужчина, конкретное знание, как должно это всё происходить, как должна происходить встреча, как понять, мой это человек или ему, человек, да, то есть как происходят эти все ритуалы, да, вот, но самое интересное, ну, начинается дальше, потому что моя задача вас обучить на то, чтобы вы умели вместе идти по жизни, да, то есть это когда вот идёт как бы вместе, полна, да, и два человека присоединяются и они начинают синхронно вместе двигаться, здесь меняется возраст, меняется опыт, у одного и у другого возраст, опыт, это называется динамика, динамика, и вот сложность этой жизни, она как раз включается именно в динамике, да, потому что вот такие, вот когда будет всё стабильно, тогда всё и сделаем, да какое будет стабильно, тут война, тут активовые технологии, сейчас всё будет очень быстро меняться, да, тут для стабильности это программа, вот это нужно вынимать программу стабильности, это обучение тоже через сайли школу, через стабильность, потому что человеку внушили, что вот ты тут работай, мы типа стабильно тебе будем давать на виду, свободный же человек, он абсолютно, он даже не заинтересован в стабильности, потому что он заинтересован в том, чтобы меняться самостоятельно, и тогда он получается как бы на этом, знаете, как это, серфит эту жизнь по факту, да, то есть когда он понимает, что оба волны идут, он такой раз, и на этой волне выкупает, тот же, который ищет стабильность, у него будет всё плохо, и получается динамика жизни, динамика сезонов погод, динамика планеты, динамика политических ситуаций, динамика развития, значит, каких-то технологий, динамика развития нашего партнёра, духовного в том числе, да, то есть это постоянно новый вызов, а это значит, что нужно через должностную инструкцию служения, как выглядит служение женщины для мужчины, как выглядит служение мужчины для женщины, как это всё должно происходить, если теперь ему, там, например, 50 лет, да, а мне 45, да, то есть как должно выглядеть это служение. Вот это самое главное, самая интересная история, да, потому что, и почему я говорю, что я вас даю ещё до результата, потому что у меня нету такой идеи, да, то есть я вас запускаю, вот у вас запускается бизнес, запускаются деньги, конечно, вы ещё здесь внутри программы встречаете своего человека, если вы по шагу вы делаете все мои рекомендации. Но самая главная моя задача – это передать вам знания, которыми вы можете пользоваться в любой момент времени, и вы будете понимать, когда вам нужно привлечь человека, который что-то подправит, да, то есть вы когда-нибудь говорите, там, я, у меня должна стать инструкция жена, да, вот там муж пришёл, вот там ничего не заработал, например, сегодня, да, и я тоже взяла на него разозлилась и обиделась, хотя жена, она не должна так делать, она должна там поставить, там, бульончик покормить, всё, тихонечко отойти в сторону, да, а это то, чтобы вы смогли это сделать, и я ей передаю вам знания, чтобы вы на каждом жизненном этапе были получены, и вы не остались наедине с теми программами, которые вас делают одинокими, вот, потому что это точно так же, как если человек работает в театре осветителями, он приходит, он должен осветить, например, а актёр сейчас встал не на то место, где он должен был стоять, да, как должен вести себя осветитель, как он должен подкрептировать свою работу, да, нужно знать, потому что в этом заключается этапы развития меня как жены, этапы развития меня как мужа, этапы развития меня как осветителя, да, то есть чем больше мы находимся со вторым человеком, тем больше мы обучаемся тому, как ему служить. И в завершении скажу самое главное, да, что семья – это такая история всё-таки бонусная здесь для тех, кто служит обществу, потому что главная всё-таки задача по сакральной вниманию, да, это понимать, что есть есть я, есть у меня, значит, моё призвание, есть люди, на которых я работаю, есть некий божественное начало, и моя удача всё-таки делать там для людей всё, что предназначено, идти туда. И я должен помочь своей женщине точно так же идти к своему призванию, поэтому мужчинам, которым нравится, что плечи она сидела дома безвылазно, они очень сильно вдобаются и они очень себя теряют, в самом деле, как правило, они наводятся потом, потому что я его хотел, чтобы она сидела, а ему и писал, нужно там детей распределывать, потом берёт её и бросает, так нужно, как бы неинтересно. Время жизни у неё забрал, и она не может туда развиваться и двигаться дальше. Вот, и получается, что вот эта поддержка друг друга, так, а какая тебе помощь нужна в том, что ты делаешь для людей, мне такая-то там, а какая тебе нужна помощь для людей, мне такая-то нужна помощь. И вот эта вот поддержка друг друга вот в этом социальном проявлении даёт возможность паре, даёт возможность паре процветать, да, не вот, не замкнутость на себе, не вот этот цикл, ты мне, я тебе, как мне здесь, мужчина, женщина. То есть мужчина всегда присоединён к своим клиентам, по своему социуму, и именно это её питает. Женщина по своему социуму, именно это её питает. И такая пара, она, конечно, будет, ну, просто будет просветать. Если мы социум отрезаем, эта пара будет просветать, её просто не будет существовать, просто будет пара. Поэтому, смотрите, мы сейчас с вами внутри этого вебинара очень новые темы с огромными, я надеюсь, что вы поняли, как распределяется порядок, во-первых, излечения себя от одиночества, да, то есть мы поговорили о том, как записывается трассированное, выученное, обесценивание, неуважение, да, потом мы поговорили о том, что, оказывается, несмотря на то, что нас неправильно воспитали, неправильное нам знание дали, требования у планеты, у Бога, всё равно есть здесь аккределённый. И нужно выучиться и переосмотреть, ведь свой предыдущий опыт, где извините, я не знала, значит, как быть, значит, акционом в этом театре, значит, нужно правильно сделать упражнение, потому что переосмотреть следующий опыт. Дальше нужно иметь силы, чтобы разорвать дебильные контракты, в общем, потому что каждый день по срочке вашей безответственности, да, вот эту, да, то есть за это придётся вопросить. То есть кто здоровьем платит, кто жизни прям платит, кто частями тела платит, почему то, может быть, детей моих платят, почему ваше личное дело будет расплачиваться. Я вам говорю, что как можно быстрее это нам начинать делать. Если внутри вас целит какая-то сущность, которая говорит, нет, ещё не сейчас, ещё страшно, то страшно вам, должно быть, несчастной быть ещё два дня. Страшно, должно быть, нищей быть ещё два дня. Вот этот страх, да, а не страх, а как мне потерять, значит, только много, которые и так и не живут. Поэтому прямо рисуйте себе, значит, своё вот это болото и рисуйте то, куда вы хотите прийти и думайте, что страшнее, не иметь счастья или страшнее, значит, жить в болоте. Вот. Тот, кто живой, тот, соответственно, не того позволяет. И третья часть заключается в том, что, оказывается, здесь между мужчиной и женщиной есть определённый порядок служения и не только потому, что ради друг друга, а ради общественных благ. И тогда эта пара будет очень поддержана и будет действительно подсветана. в том числе. Так, почему мы их притягиваем, сущности? Да. Сущность заходит в пустоту всегда, да, то есть человек, которому запрещено, на самом деле, сущность всегда не притягивает никому, а мама является сущностью по себе, да, то есть то, что вы называете мамой, сейчас мама, вот сейчас у меня, вот, короткая, значит, плакается, вот, значит, вот она, наша мама. То есть она с самого детства, и она никому не нужна была, у неё заселили обеццеливанная. Её никогда никто не уважал. Её никто никогда не спрашивал, что ты хочешь сама, да, то есть она суть сущность, мама сама суть сущность. Естественно, когда у неё рождается маленькая девочка, всё, что делали с мамой, мамой делается своей девочкой. То есть она передаёт все эти сущности человеку. И знание сущности происходит методом того, чтобы мы начинаем вынимать каждое, вот это дерьмо каждое, да, то есть мы передаём нам, знаете, маме, мама передаёт ещё кому-то назад, да, весь этот бред, да, мы регистрируем науки чувства, что если мама адекватная, и она такая уже не-не-не, я тоже хочу быть счастливой. Вот, но и в том числе, когда мы вас наполняем призванием. То есть когда вы наполняетесь призванием, то есть от вас просто отбегают эти, значит, сущности в другом направлении, они так вот бегут, потому что они не могут жить в светлой семье, потому что человек который не полезен обществу, который умеет держать ответственность, это всегда цветный человек, да, а тёмные сущности они в свете не живут. Есть хорошая новость, которая, возможно, вас порадует, но те, кто берётся за ответственность, за то, чтобы починить свою жизнь, вот эти сущности, они это знают, и вот сущность, она может подтянуть вот эту энергию, ну, один, два, три раза, она ещё попытается подселиться. Но в четвёртый раз у неё есть большая эгрегор этой сущности, которая просто её отзовёт, потому что сущности как раз негативные, они не умеют и не хотят сидеть долго в том, терять энергию свою. То есть у них есть несколько итераций. А давай, наверное, попробуем, откуда откаты, собственно, да, то есть начался откат, да, то есть человек подлечил себя, и раз откат, а, типа, вы тебя раз, владешник, там далее, или же болит, короче говоря, всё, посмотрим, вряд ли ты уже после болячки будешь это строить отношения, принимать какие-то решения по призванию, да, или раз откат, там, типа, ой, кошелёк потерялся, надо бы рекламу вложить сейчас, а кошелька, собственно, и нет. Ну, вот мы же говорили, она никакая, да, вот кошелёк потерял, всё сдалось, да, но если человек такой говорит, нет, я всё равно это сделаю, да, я всё равно, да, в рекламу я хотя бы выйду в эфир, я сделаю, там, то, с чем я родилась, я всё равно выучню призвание, я посмотрю, там, моды эфирные, да, то есть как только вот эта сущность видит, что всё, человек пришёл, и он будет чистить себя до того момента, пока он не запустит свою жизнь, они отзывают своих солдат. Вот. И дальше очень важно надрессировать себя на уважение к себе. Что такое уважение к себе? Это уважение к своему призванию. Уважение к себе – это когда я передаю знания, как должна выглядеть встреча мужчина и женщина, да, и вы не выёбываетесь и не придумываете что-то от себя. А я подумала, что он ещё вот это сказал, это же, наверное, значит, да, то есть есть определенные ритуалы, которым я обучаю. Если этот проект пошло не так, как это презентовано из сакральных книжек, всё, значит, надо остановиться и сказать так, что это, значит, не моя история, да. И чем меньше 20 подсознательных блоков, чем меньше 20 сущностей, тем быстрее вы сможете применять решения, которые цены для вас. Вы же не будете, вы вдруг берёте виноград, гнилой какой-то, да, вам же не приходит в голову, ну, ладно, ничего, гнилой так гнилой, да, потому что вы понимаете, что будет впоследствии, будет понос, да, то есть вы плёгнуете его, да. Точно так же и с поведением вашим. Вот, в завершении напомню, что вот вообще ценность у вас, она определяется тем, где вы живёте, с кем вы живёте, во кто вы одеты. То есть вот смотрите на каждый сантиметр вашей жизни, на себя, на то, как вы проводите время, да, насколько качественная каждая минута вашей жизни. И идея такая привести её в соответствие. То есть если у вас, по вашему аватаму, например, должна быть, это там, вот как, например, я сейчас обозначу, какие у меня, значит, вот такой, как мы называем, да, диаграмма, да. Вот, например, здесь должна быть, значит, чашка, с утра чашечка кофе, да, потом должна быть, там, прогулка, потом у меня должна быть своя комната, да, потом у меня должен быть, там, свой бизнес, тут, да, видите, какие-то комнаты, да, я должен быть одет в какую-то, там, одежду в комнату, варианты кучу, да. Таким, жить в какой-то стране, не вот такая-то страна, да, и смотрите, а что с вами вообще происходит, да, где вы сейчас, относительно чашки и попи, там, ну, например, да, и смотрите, где вы находитесь, вот, и на каждую вот эту вот абсурдную ситуацию есть вот эта вот вся сущность, которая говорит, что у тебя все окей, вот, она говорит, ну, хорошо, не хуже, чем у других, у тебя все окей, вот, поэтому задача повынимать вот эту вот вся сущность, которая говорит, что все хорошо, я все знаю, я все понял, у меня все хорошо, у тебя же хорошо, если у тебя отклонение от нормы на процентов 80, ты думаешь, у каждого два знаешь, что иногда у нас по-прямо, у меня нет своих апартаментов, у меня нет своего бизнеса, у меня нет моего человека, я ем не то, что хочу каждый день, то есть это просто полное отклонение от своей жизни на 100%. Не в долгу ли вы у себя? Естественно, в долгу. Так как вытаскивать самому себя за вниз? Так, какие есть еще вопросы, задавайте. Напоминаю, что остается несколько дней для того, чтобы зайти в программу по скидкам, если хотите, пожалуйста, по-русски тоже можно сделать. Вот, заходите, программа ПРО, она предполагает полный пакет знаний по отношениям, полный пакет знаний по деньгам, по призванию, очень емкая, большая программа, вот, и в следующем году будет меняться содержание базового пакета ЕПРО, да, то есть база, она будет содержать, ну, такие как бы стартовые техники, вот, и все самое вкусное будет перетереть ПРО, поэтому, кто хочет успеть захватить классные знания на базовом уровне, может еще успеть сейчас заинтересоваться в базовой программе. В целом, если вы хотите получить идеальные, крутые самые знания по тому, как человек лечится до отношений, до деяния, до призвания, до другой страны, до путешествий, в конце концов, большинство путешествует, это прекрасное сообщение, да, изучать этот мир, да, вы здесь, да, вам, обычный человек, вот, видимо, жить, там, где-то приблизительно, плюс-минус 80-85 лет, да, поездить, посмотреть все, как другие культуры живут, путать разные, разные кухни, да, смотреть на красивые захваты, главные страны, главные персональные, да, поспорить еще с любимым человеком, да, а почему его себе не организовать так уже, вот, поэтому принимайте решение, сейчас есть такой очень хороший коридор, открытые возможности, заходите. А если есть у кого-то вопросы, задавайте. Есть, есть вопросы. 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 Сейчас, тихонечко. Ну, что так, да, слушаю. Алло. Да, да, слушаю, слушаю. Меня слышно, да? Да, да, слышу. Здравствуйте, я написала вопрос, но вижу, что вы не видите, я так его задам. А может ли вообще человек сам прийти к тому, чтобы избавиться от этих сущностей самостоятельно? То есть только при помощи проводников? Первая причина заключается в том, что в сыгральных знаниях написано, что есть три ключа, да, первый ключ – это знание, второй ключ – это интегратор, то есть человек, который помогает понять для себя, потому что сам себя не видишь, то есть если моя голова меня ушатала до того, что у меня нет техники отношений, я думаю, наверное, сейчас вот эта голова меня починит, когда я не дала мне ни денег, ни отношений. Нет, опыта не хватает и не хватает чьей-то помощи, видения. Да, и третий ключ – это знание. Но еще здесь более важная есть часть, да, то есть если я считаю, что я сделаю все сам, то я таким образом провоцирую смерть всему человечеству. Идея такая, да, потому что если да, мне нужен массаж, сделай мне массаж, а я тебе продам продукты, а ты мне сделаешь мебель, да, тогда между нами существует вот это взаимодействие. Только через обмен. Да, тогда мы как бы размножаемся. Если мы решили, что хирургу не нужно платить деньги, значит, на середине операции, ну и куплю хирургу, окей, ладно. То есть это разрывает связи между людьми. Вот, поэтому вот это два главных критерия. Не говорить про женщину, которая включена, там, как вы говорите, в войнушке и во все это, да, а просто есть же вот эти уровни торговец-воин, и есть женщина-воин. Женщина-воин, она может очень хорошо владеть всеми предметами военного дела искусства, и для нее есть ее мужчина. Вот, поэтому женственность, она бывает разная, то есть на разном уровне разная женственность. Вот это мое, палки, швисты, там эти уши, вот эти все, ехал в карате. Вот, вот, совершенно верно. То есть это значит, что есть на вашем уровне, вы замужем сейчас или нет? Нет, я не замужем, у меня всегда были проблемы с этим. Мне было сложно найти мужчину, который сильнее меня. Ну вот, ну это, мы как раз, это убирается эта сущность, потому что, наверное, что-то там с папой что-то перекошили. Ой, да, с папой совсем плохо. Да, вот, соответственно, этот папа, он перепрошивается. А с мамой тоже. Ну, с мамой тоже. И папа, и мама очень слабые, безответственные, добрые люди, очень добрые, очень умные, абсолютно безответственные, умеющие себя применить никак вообще. Все болеют страшно, оба в разных концах света находятся, сосуды, вены, в общем, жесть полная. Вот эти все, ах, я говно. Если все эти концепции более сложные, то речь идет о том, что, как сказать, когда мы придаем очень сильно большое значение как бы маме и папе, нам как бы вообще всю вселенную перекашиваем. Да, мама и папа, они впускают в этот портал, ты зашел, да? И есть эта часто очень встречающаяся ситуация, когда душа, которая родилась, она может быть более совершенна, чем родительские души. И, соответственно, ты вообще не понимаешь, где ты родился, кто эти вообще люди, потому что идет очень сильный ментальный отрыв от их базы до человека, который там живет в современном мире. Вот, и поэтому как раз и делаются сессии для того, чтобы, ну, так мы устроены, что в наше подсознание записывается все равно эти образы, да, которые нам потом мешают все-таки увидеть вот этого самого сильного и влиятельного, которому можно будет доверять. И самое главное, вот это же вот сексуализация, собственно, атмосферы и пространства, да, чтобы это не было как насилие там или не было страшно, что он будет сейчас контролировать жизнь, чтобы вот та свобода, к которой женщина привыкла, чтобы этот мужчина расширил ее свободу. Вот идея такая, да, потому что всем кажется, что он сейчас зажмет, а идея такая, что сильный мужчина, наоборот, расширит их, он покажет больше, он даст больше. Вот, и как бы вот это, собственно, это и чините нам. Вот, ну, обычно у меня в отношениях было так, что все мужчины хотели меня почему-то вплоть до того, что прям закрыть и никому не показывать. Хотя говорили мне, что раньше со мной такого не было, я даже не ревновал, и вот это вот мне непонятно вообще. Почему все пытались ограничить мою свободу, и вот если я пытаюсь куда-то, если мне не нравится, естественно, я сваливаю, меня словили, посадили в клетку и закрылись, чтобы не убежала. Я сейчас вам, милые дамы, открою секрет, на самом деле, как это должно происходить, да, речь идет о том, что действительно, вот есть вот эти должностные обязанности мужчины и женщины, и каждый должен их понимать. И тут не вопрос, что я взяла или ушла, и он мне что-то сказал, но это же не об этом, да, это когда два человека садятся и говорят, слушай, я понимаю, как это все должно работать, давай вместе создадим рабочую структуру. И если мужчине что-то не нравится, он, по идее, должен посадить женщину и сказать, слушай, смотри, видишь, как это должно работать, давай я тебя научу быть моей женой, научу тебя быть моей женщиной, да, и а почему бы не научиться? Ну просто другое дело, если рядом появляется мужчина, которого женщина не уважает, то есть ей, в принципе, неинтересно его мнение, вот это, конечно, это не мой человек, но если я уважаю то, что он делает, если он интересный ментально, да, он понимает, куда он идет, да, и он говорит, ну просто у мужчин нету вот этого навыка обучения, хотя это по сокрайним книгам, две структуры мужчины, структурировать семью, а структура семьи, она происходит через обучение, когда мы говорим, обед в нашей семье 10, все, папа сказал, мы все подстроились, прекрасно, вот, и вот это вот умение подстраиваться, и когда женщина начинает уметь это делать, она просто получает, ну, дары просто от своего мужчины постоянно, она просто кайфует от этого, да, но только тогда, когда он, ну, когда он знает, куда он идет, если она его уважает. Ну, таких мужчин, на самом деле, сейчас очень мало, которые вообще могут разговаривать, даже если провоцируют к разговору с женщиной. Потому что женщина находится не на своих линиях жизни, и, соответственно, я не могу его встретить вот тут в соседней девятиэтажке, потому что, если, например, вы, а мне кажется, если я вспоминаю нашу встречу, или сейчас я вот на вас смотрю, скорее всего, вы тоже находитесь в этой атмосфере целительства, правильно? Да, да, и целительства тоже. Это целительство, в каком-то смысле, когда вы начинаете развивать свой бизнес, то либо вам приходит мужчина какой-то лечиться, и вы его долечиваете до мужа, либо вы едете на какой-то ритмит, и там есть губкин, который управляет этим всем, например, да, то есть вы когда становитесь на свою линию до конца, и начинаете сами монетизировать очень хорошо свое призвание, да, у вас появляются возможности, и тогда вас как бы прям к нему в руки, как бы, выпихиваю туда, так это происходит, искать никого не нужно, просто получается, что своя линия жизни, это же не тогда, когда я просто занимаюсь своим призванием, тихо здесь раз в мотиву, а это именно тогда, когда я реализовываю регулярно призвание, и мне за это платят классные деньги, то есть меня люди ценят, меня люди ценят, и получается вот эта ценность, она женщина как бы переходит на те регистры, где есть вот те самые мужчины, которые будут встречать и говорить, слушай, да, да. Совсем другого уровня, да, мужчины. А что по поводу мухоморных трипов, вы просто помянули? У меня есть отдельный чат, сейчас, в прошлом году это было 100%. Я увлеклась, еще не пробовала, но мне так интересно, вот эти ежевики и мухоморы. Стоит ли самому начинать? Ну, микродозинг, да, я вообще на каком-то этапе рекомендую, но только после того, как уже сделано там проработок, 20 клиентов сделал, то после этого, потому что... То есть после, в принципе, лучше вот эту всю тему начинать после обучения, да? Это не после обучения, это во время, после 20 где-то проработок, потому что он показывает во сне, например, приходит сущность, и если у вас нету технологии, как с этой сущностью разговаривать, то получается, вы не можете как бы отработать то, что мухомор вам показал, да, то есть у вас нет инструмента, как справиться. Потому что инструмент прощания с сущностью, он позволяет даже во сне поговорить, разобраться, нахуй послать, и как бы сущность может выйти буквально и во сне, мухомор очень сильно вылечит, да? В течение дня он помогает убрать негативные, помогает убрать даже не негативные, а помогает убрать ложь самому себе. Мухомор, он такой очень честный, да? То есть ты уже не можешь сказать, что, ну, в принципе, этот супчик ничего, все мухомор говорит, нет, это как бы не едино точно, все, как бы, да, ты не можешь сам себе брать. Поэтому человек, который принимает мухомор, или даже, вот, например, женщина, которая живет в отношениях каких-то и не может изменить свою жизнь, она в тренинге еще, да, то есть это как бы адаптации там постепенной к тому, как это произойдет, там, как она станет свободной, и так дальше. Ты понимаешь, как только начинаешь принимать мухомор, там вот эти все расстояния, они так сразу сужаются, ты просто не можешь, ты понимаешь, что ты сидишь в болоте, мухомор говорит, ты сидишь в болоте, и, как бы, я сидеть в болоте больше не буду, выхожу прямо сейчас, а не через неделю, через пять на день. Вот, поэтому микродозинг, он рекомендуется, там, два раза в день, в общем-то, и мухомор работает как солнце, да, то есть он в течение дня дает активное состояние, ночью дает очень хороший глубокий сон, дает честность однозначно, ты не можешь уже никого, ни себя обманывать, никого-то обманывать, и дает возможность прорабатывать сущности, которые просто буквально, ну, начинают вылезать. И человек это видит прямо, как буквально, ну, не знаю, мой опыт, он был как бы там серьезный, то есть реально может там совершенно вскрыться, то есть оттуда выходят какие-то, значит, эти личинки прямо какие-то просто, ты видишь, тебя прямо показывают, тебя как бы выносят, да, что-то за пределы твоего тела, и говорят, видишь, типа, так это не две личинки, ты 16, ну, и сейчас тебя понимаем, а сейчас. Вот, поэтому, да, я рекомендую, у меня есть такая тема, которую я включаю на каком-то этапе для сущности. У меня большие проблемы со сном, это тоже связано с вот этими всесущностями, которые, говоря, ну, как бы я, у меня сейчас большое недовольство, естественно, тем, как я живу, иначе бы я не пришла туда, да, где я сейчас нахожусь, мы бы не разговаривали, но последнее время, вот мы сейчас с вами пообщались, и у меня как бы такое, такое вот немножечко, ну, такая радость прямо внутри, не то, что она какая-то истерическая, она такая спокойная, то есть душа моя, она довольна. Вот, и, ну, я жду на самом деле, вот хочу обсудить вопрос, как про оплаты, потому что я в Германии, и я не хочу через карточку эти деньги проплачивать, потому что даже джок-центр вот это все смотрит, не надо им об этом знать, это наша тайна. Вот, но я стала спать еще хуже, несмотря на то, что вроде бы как я уже понимаю, что вот я вот этим займусь, и вот на самом деле я себе высветила, что, оказывается, мне вот этим больше нравится заниматься, ну, именно психология. Но сплю я просто ужасно, я практически не сплю ночами, заснуть я вообще не могу. Если говорить о стене, то сон, безусловно, он связан с тревожностью, да, когда я не понимаю, что будет завтра, да, это вот как бы будет прямо, то, что внутри будет, что ты спишь, надо это предпринимать. Что ты спишь, да, это есть одна такая часть, да, естественно, когда человек заходит в программу, и у меня начинается все есть, не все проще, то есть, особенно, когда запускаются деньги, вообще, сразу спать начинаешь так хорошо, потому что ты начинаешь... Ой, это самая лучшая валерьянка тоже, да, я хочу... Да, мусомор, кстати, микродозинг, он очень помогает хорошо спать, вот, но это все равно лучше чуть позже, я рекомендую. И сон нужно смотреть, может быть, сущность, это тоже можно рассматривать как конкретно сущность, которая меня будит, которая меня тревожит, и смотреть, когда она, собственно, заселилась и по каким причинам. Вот вроде как я не могу уложить себя спать, это действительно вот какое-то, как будто не мое, потому что я себя сам в детстве не могу себя упихнуть спать, я постоянно в свинячий голос ложусь. Потом я не высыпаюсь, я хожу как с Аннамбула, зеленого цвета. Да, есть какая-то выгода, есть какая-то выгода находиться вот в таком нересурсном состоянии, да, ночью как бы все спят, можно пожить, да, утром все просыпаются. Да, я люблю вот одна, потому что меня постоянно дома прессовали, напрягали, дома всегда кто-то был, постоянно вот, и у меня не было меня. Например, знаете, есть еще такая сущность, которая выясняется у клиента, когда забудешь его у тебя в детство, например, вот такое состояние, застревание какое-то, да, что я вроде есть, но вроде меня нет, вроде я хожу, но я как бы не включу, да. Можно найти источник в том, когда ребенок просыпается, например, и он понимает, что если хоть кто-то сейчас увидит, что он проснулся, и сразу начнется. Вставай, одевай колготы, идем в садик, уже кушай, едем наоборот, то есть сейчас начнется просто подготовление. Поэтому многие из нас просыпались и делали вид, что еще спят. И вот эта сущность, которая как бы продолжает делать вид, что спит, что только никто не трогал, да, вот она вынимается. Потому что для реализации нашего плана нам нужно быть включенным в нужный момент времени. Более того, дальше нужно себя докрутить до того, что нужно будет уметь делать неудобное в нужный момент времени. Например, там, хочу заснуть, а нам нужно пост поставить, чтобы люди увидели, да. Значит, надо, потому что богатыми становятся те, кто умеет делать неудобное в нужный момент времени. Вот, но это уже как бы такой уровень номер пять, как я говорю, на пятом поле начинается. Вот так что есть еще такая программа спрятаться. Я поняла. Ну, у меня получается, да, действительно, получается, что я действительно, я правильный вывод сделал, я не сплю, потому что у меня уже привычка, что когда все спят, у меня появляется свобода. Да, да, но это именно напрямую так и связано. Это тоже, получается, сущность? Есть, ну, понятное дело, что жизнь никуда не движется, это, как сказать, это выдумка, да. Ну, то есть, ну, подсознание, оно там говорит, да, хотя бы мы как-то дышим, хотя бы как-то, да. Понятно, что это никуда не ведет, поэтому это как сущность вынимается. И что-то еще интересное здесь есть на эту тему, только сейчас, сейчас, что свобода, да, это… А, для особо чувствительных персон, на самом деле, да, то есть, если женщина тонко чувствует вот эти вибрации, если вы чувствуете, например, как вы связаны с родственниками, да, или, может быть… Чувствую, да, очень сильно. То, естественно, когда все спят и все это спит, то оно аж легче дышится, этот негативный… Вот оно что! Вот это, наверное, оно и есть, потому что я с детства, я вообще чувствую сущности, которые живут. То есть, я знаю, что вообще все по-другому, не так вот мы видим зрительно вот этот материальный вид, он вообще другой, это наш мир такой, но есть еще много измерений, и я их вижу с детства. Они мне подсказывают очень много, у меня бывало такое, когда на самолет опаздывала, оказалось, что человек, который должен был меня везти, разбил машину, и по тумбочке стучит мне. И, самое странное, я думала, что это… раньше думала в одном доме, оказывается… А потом думала, что они разные, потом я поняла, что, ну, у них просто совсем другая жизнь, нематериальная, вот они могут где угодно находиться. Вот они меня разбудили, и я говорю, слушай, чего ты меня будешь, мне еще спать час? По тумбочке, бу-бу! Я говорю, поняла, встала, выхожу, оказывается, машину разбили, и я еле успела на поезд. Да, то есть я просто думала, это что, это дар такой, или это тоже оттуда сущности какие-то? Да, это дар, это, скорее всего, какие-то ваши связи, это вы что-то очень хорошее еще в прошлой жизни потрудились, что-то дали. То есть моя личная история, она тоже именно такая, то есть это целительство сквозь несколько жизней, да, это значит, что есть связь более, ну, не такая, как для новичка, например, который вот вообще заходит, да, то есть на сегодняшний день на планете все целители, которые родились, они уже родились с опытом, потому что идет очень сложный период времени, и здесь не должны были родиться души молодых целителей. Сейчас все, кто родился, и кто на этом поприще будет помогать людям, это все опытные души, у которых есть опыт, который можно взять из прошлой жизни. То есть все сильные достаточно, очень сильные. Ну, я со многими людьми даже из прошлой жизни своей, предыдущей познакомилась, причем тоже где-то шесть жизней, я знаю, кем я была, даже больше, потому что есть еще там, где меня видели, да я не помню, вот. Вот, то есть я уже много людей таких имею вокруг меня, которые тоже помнят что-то, ну, там, все разные эпизоды, но... Да, мне, кстати, очень интересный опыт, да, потому что тоже мой опыт, он говорит о том, что я тоже там смотрела, мне тоже, я знаю всех из прошлой жизни, с кем я встречался, и причем я как-то прихожу к женщине, и я говорю, слушай, мы тогда-то-тогда-то с тобой виделись в таком-то веке, то-то-то, но меня смотрят такими глазами, я хотела к экстрасенсу спрашивать, мне тоже самое, вот именно один в один. Век, страна, деятельность, просто, то есть это независимые источники, которые подтверждают, ну, ясновидение, да, так можно сказать, историю. Да, это интересно, но однажды моя приемная мама из прошлой жизни, не знаю, она жива или нет, ее, кстати, звали точно так же, как мою маму Тамара Михайловна, это вообще прикол. Мою маму зовут, вот, мою настоящую, Тамара Михайловна, и эту маму из приемной жизни тоже Тамара Михайловна, это очень странно. Это мистика какая-то, да. Да, вот, и она мне сказала, я говорю, почему мы никогда не разговариваем, я же знаю, что вы знаете, она говорит, ну, это же, а зачем тебе это нужно? То есть сейчас здесь, а то уже прошло, потому что мы же ищем какие-то привязки к мистическим вещам, это интересно, нам хочется там поболтыхаться, там поиграться. Да, совершенно верно, да, ну, просто тот человек, который находится в мистике, да, то собирает информацию, как это нужно работать, вот, и это, может быть, для кого-то не представляет интерес, потому что он находится в другой профессии, например, да, но кто находится на связи с духами, с другими измерениями и с тем, чтобы управлять трансцендентными состояниями, а не только сегодняшними, да, это, конечно, представляет очень большой интерес, вот, потому что если ваше видение про себя, оно настолько яркое, да, это значит, что вы с гарантией можете очень хорошо при определенных инструментах помочь другому человеку, потому что у вас есть это видение, вот, потому что люди обычно оторваны от себя, они не доверяют себе тому, что они видят, и получается, что человек, который находится в синхронизации, в сессии, он быстрее видит, что происходит в жизни человека, в его фантазии сейчас, и то, что человек не может произнести, поэтому, конечно же, это очень ценно. Может, кто-то еще хочет спросить вопрос, не хочу. Да, хорошо, Марина, мы тогда пишем в эфир, договоримся, как что удобно. Да, по поводу оплаты, да. Есть, хорошо, чао, так, кто тут еще у вас есть, и кто слушает нас, у кого есть вопросы, задавайте. Хорошо, ну, в принципе, я смотрю, вопросов больше нет, и есть. Можно еще маленький вопросик, маленький, крохотный? Мы поговорили про мухоморы и ежевики, ну, там понятно, да, это помощник, по сути. А галлюциногенные грибы, это из другой области или тоже туда же? Псилоцибиновые грибы, я не знаю, я специализируюсь на мухоморах, не про мухоморы все понятно, да, то есть есть еще псилоцибин, да, есть, ну, ежевик, он больше такой лечащий, как бы он считается не дни, не дни, он просто для, хорош для, как сказать, ну, для мышления тоже, он дает ясность мышления, больше там для физического состояния. Все, что галлюциногенное, там, псилоцибиновое, на самом деле все эти ребята в силиконовых долинах, да, сидят на псилоцибиновых, этих там прямо в обязательном порядке, их заставляют как бы принимать с тем, чтобы они делали такое кино, которое они делают, делали айфоны, которые они делают, использовали искусственный интеллект, которые, потому что это все знания, которые идут уже оттуда, да, потому что мы со своим мышлением такое не можем придумывать. Ага, Гуги и Кукараччи мультик, да, Гуги и Кукараччи, я когда смотрю, я вообще не врубаюсь, как вообще-то. Оттуда подсказывают, а мы как бы уже вот это, вот эти люди собирают, уже в таком измененном сознании, уже показывают дальше нам, да, ну, вот так мы двигаем, потому что планеты, ну, грибы управляют, и планеты, грибы, знаем, поэтому связь через грибы, она дает правильные дорожки истинные для себя, поэтому тем, кто в селительстве, я вообще всем обязательно рекомендую, тем, кто не в селительстве, не точно, но только надо пройти проработки, чтобы понять, потому что эти очень разные встречи, очень сложные, к ним нужно быть готовым к этим встречам, потому что может происходить там в сне через мухомор, потому что мухомор... Да, поэтому я пока боюсь сама это сделать. Да, я понимаю, ну, поэтому у меня есть активный чат для этого, там, чтобы как бы сопровождать эти все вещи, и мухомор, он просто очень честный такой, да, то есть он не делает никаких прелюдий, ничего, он просто так, типа, вот такое, вот такая жопа, ты смотришь на что-то, вот это, и, ну, просто, это такие очень сложные сайты, это бывает. А тот, кто прошел проработки, он уже спокойно может там управиться. Вот, но мы сейчас с вами говорим о микродозинге мухомор, да, не о трипах глубоких, да, потому что глубокие трипы, это, скорее всего, уже конец моего следующего года, когда я буду помогать людям через глубокие трипы, через мухомор. Значит, пока это техники особенные с регистрацией моего чувства знаний, это микродозинги, и это работа на результат конкретно, да, как довести человека до отношений, до денег, как бы присвоить. Благодарю. Да, благодарю, хорошо, до связи. Чао. Чао.